тема нашего с вами сегодняшнего семинара айпи адресация и разделение сетей на подсети меня зовут захаров николай михайлович я соответственно с вами буду вести этот семинар готовя этот семинар я считал что большинство из вас что такое айпи адрес и как протокол айпи собственно использует айпи адрес для того чтобы обеспечивать межсетевое взаимодействие хостов сети знает но тем не менее все же таки давайте для начала мы с вами вспомним что такое айпи адрес и как этот адрес устроен ну то что айпи адрес это уникальный идентификатор однозначно определяющий узел или хвост в сети я думаю всем нам хорошо известно что такое узел или хвост это устройство подключенное к сети который может быть отдельно в сети адресован то есть это устройство который имеет сетевой интерфейс сетевой интерфейс характеризуется понятием адреса интерфейса так вот чтобы протокол айпи мог осуществить взаимодействие хостов сети а протокол айпи входящий в стекте си пи это протокол маршрутизируемый. Что значит маршрутизируемый протокол? Маршрутизируемый протокол это значит, что он может обеспечивать связь как компьютеров внутри отдельно взятой локальной сети, так и обеспечивать взаимодействие компьютеров расположенных в разных локальных сетях, то есть выполнять межсетевое взаимодействие. Так вот для того, чтобы протокол IP мог выполнять сетевое взаимодействие, то есть обеспечивать связь компьютеров расположенных в разных компьютерных сетях, используется идентификатор компьютера в сети, который называется IP-адрес. Для того, чтобы протокол IP мог не зависеть от конкретной адресации, использующейся в конкретной отдельно взятой локальной сети, он должен использовать специальную систему адресации. Так как это протокол маршрутизируемый, то соответственно очевидным действительно решением является, во-первых, адресация всех сетей, отдельная адресация всех сетей, входящих в состав большой составной сети, ну можно для примера приводить, например, глобальную компьютерную сеть интернет и отдельную адресацию хостов в каждой из подсетей, входящих в состав большой составной сети. Логически, что из себя представляет IP-адрес? Причем эта логика, она, собственно, не зависит от версии протокола IP. Мы на нашем семинаре будем в первую очередь с вами беседовать о организации IP-адресации в четвертой версии протокола, но логика построения IP-адреса, она, собственно, совершенно одинакова и в четвертой и в шестой версии протокола. У каждой сети, входящей в состав большой составной сети, есть уникальный адрес. Ну вот логика, сеть 1, сеть 3, сеть 2, это адрес сети. И у каждого хоста, который входит в состав какой-то конкретной сети, есть свой уникальный адрес, хост 1, хост 2, хост 3 и так далее. Поэтому общий сетевой адрес логически состоит как бы из двух составных частей. IP-адрес имеет определенную иерархическую организацию. В состав IP-адреса входит адрес сети и адрес хоста в конкретной сети. Ну, мы, как уже я вам сказал, будем в первую очередь заниматься IP-адресацией, реализованной в четвертой версии протокола. Я думаю, все мы прекрасно знаем, что IP-адрес в четвертой версии протокола – это 32-разрядное двоичное число. Работать с 32-разрядным двоичным числом человеку не очень удобно, поэтому IP-адрес принято записывать в более удобном для человека в формате, который называется десятичной с точкой. Ну, как, собственно, осуществляется переход от 32-разрядного двоичного IP-адреса к записью адреса в формате десятичной с точкой? 32 разряда адреса разбиваются на 4 части, по 8 разрядов в каждой из этих частей. Вот эта 8-разрядная часть IP-адреса в терминологии IP-адресации называется 8-разрядный актет. И, соответственно, вместо 8-разрядного актета записывается соответствующее ему десятичное число. Таким образом, мы получаем 4 десятичных числа. И для удобства восприятия между этими 4-мя десятичными числами ставят точечку. Вот такой обобщенный формат, обобщенное представление IP-адреса в формате десятичная с точкой W, X, Y, Z, где, соответственно, и W, X, Y и Z – это какие-то десятичные числа. Ну вот пример. 32-разрядный двоичный адрес, а вот это запись этого адреса в формате десятичной с точкой. Мы, когда будем заниматься с вами собственным алгоритмом разбиения сетей на подсети, я вам напомню, как производится перевод на всякий случай, напомню, двоичных чисел в десятичные числа. Но мы будем говорить о двоичных числах не очень большой разрядности в пределах 8-разрядного актета. Я вам напомню, как это сделать. Ну вот здесь, собственно, представлен тот алгоритм, который я вам чуть позже напомню. 32-разрядное двоичное число, разбитое на 4 актета, и вместо соответствующих двоичных чисел записаны их десятичные эквиваленты. Ну, мы уже сказали, что IP-адрес построен по иерархическому принципу. Соответственно, одна из частей IP-адреса уникально идентифицирует сеть в большой составной сети. Эта часть IP-адреса носит название «Идентификатор сети». Вторая часть IP-адреса уникально идентифицирует хост внутри сети. Эта часть IP-адреса носит название «Идентификатор хоста». Под идентификатор сети в IP-адресе отводятся левые старшие разряды адреса, а под идентификацию хоста в IP-адресе отводятся младшие разряды. Так как у меня один-единственный научный слушатель, я буду к нему обращаться. Помним это, знаем это, да? Замечательно. Значит, идентификатор сети занимает старшую часть, идентификатор хоста – младшую. Возникает некоторая проблема. Проблема с чем, собственно, связана? Ведь вот в этой записи, в 32-разрядном двоичном числе, в записи IP-адреса, не предусмотрено никакого специального разделителя, который дал бы возможность понять, а сколько разрядов относятся к идентификатору сети, и, соответственно, сколько разрядов адреса относятся к идентификатору хоста. То есть, что из себя представляет идентификатор сети, а что есть идентификатор хоста в адресе. А так как протокол IP – это протокол маршрутизируемый, и он обеспечивает связь между отдельными сетями, входящими в состав большой сети, маршрутизация обеспечивается при помощи специальных устройств, которые называются маршрутизаторы, значит, маршрутизатор или программное обеспечение протокола IP, который работает на маршрутизаторе, вообще говоря, должен уметь выделить из 32-разрядного адреса ту часть, которая относится к идентификатору сети. Ну, давайте я вот такой пример попробую сам немножечко порисовать вам. Давайте представим себе какой-то маршрутизатор. Ну, вообще на схемах маршрутизаторы, на правильных схемах маршрутизаторы принято обозначать вот таким графическим элементом. Я немножечко попроще. Маршрутизатор – устройство, которое имеет несколько сетевых интерфейсов. К каждому из этих интерфейсов подключена какая-то отдельная сеть. Давайте представим себе, что вот на этот маршрутизатор из какой-то сети пришел пакет. Тот блок данных, с которым работает протокол IP, называется пакетом. В пакете есть адресная часть, в пакете есть адрес, IP-адрес отправителя этого пакета, и, соответственно, есть IP-адрес получателя этого пакета. На маршрутизаторе работает программное обеспечение протокола IP. Протокол IP, работающий на маршрутизаторе, должен принять решение, в какой интерфейс, а их много, в какой интерфейс должен быть передан пакет, чтобы в итоге маршрутизировать этот пакет в ту сеть, где находится получатель этого пакета. То есть протокол IP, работающий на маршрутизаторе, должен проанализировать IP-адрес получателя пакета, IP-адрес получателя, и определить идентификатор сети, ну или же таким образом адрес сети, в которой находится получатель. Он должен принять решение, в какой интерфейс необходимо передать этот пакет. Понятно, о чем говорю? Ну, вообще говоря, работа протокола IP на маршрутизаторе строится на использовании специальной базы данных, которая называется таблица маршрутизации. Таблица маршрутизации – это база данных, в которой прописаны маршруты ко всем сетям. Это маршруты. Ко всем сетям, куда соответствующий маршрутизатор может передавать информацию. Поэтому, когда протокол IP, работающий на маршрутизаторе, проанализирует IP-адрес получателя и выяснит, в какую сеть, сеть с каким идентификатором, в какой сети находится получатель этого пакета, он будет анализировать табличку маршрутизации и таким образом определять, в какой интерфейс, ну, например, вот в этот интерфейс, этот пакет надо дальше передавать. Значит, должна быть какая-то технология, какая-то технология, которая позволяет определить, сколько разрядов IP-адреса представляют собой идентификатор сети и сколько разрядов IP-адреса представляют собой идентификатор хоста. Коллеги, это понятно, о чем я говорю? Ну, так как вопросов я ваших не вижу, то буду считать, что понятно. Понятно? Вы будете у меня сегодня один за всех отдуваться. Договорились? Ну и замечательно. А как вас зовут? Юрий. Юрий. Значит, вы будете отдуваться за всех. Все вопросы я буду обращать. Обращаюсь к вам. Так вот. Ну, вообще говоря, на практике используются два механизма, два алгоритма. Один из этих механизмов, в общем-то, он уже умер, и программное обеспечение протокола IP такой механизм уже не использует. Я имею в виду так называемые классы сетей или же классовую адресацию. Классовая адресация сейчас уже не используется. Классовая адресация осталась только в терминологии. Что значит не используется? Протокол IP не работает в соответствии с алгоритмом разделения сетей на классы. Но, тем не менее, я хочу напомнить, что такое классовая система адресации. В классовой системе введены были пять классов адресов. Класс А, Б, С, Д и Е, соответственно. И структура IP-адреса определялась в классовой системе адресации следующим образом. Мы говорили, адрес относится к адресу класса А, или сеть относится к сети класса А. А, если идентификатор сети в IP-адресе представлял собой восемь разрядов, то есть старший актет, а оставшиеся двадцать четыре разряда, три младших актета, адресовали хост внутри такой сети. Класс В, идентификатор сети представлял собой два старших актета, шестнадцать разрядов, ну и, соответственно, идентификатор хоста тоже шестнадцать разрядов. Класс С, ну понятно, наверное, здесь вот все нарисовано на моем слайде. Идентификатор сети шестнадцать разрядов, то есть, извините, двадцать четыре разряда, три старших актета, ну и, соответственно, идентификатор хоста один актет восемь разрядов. Класс Д, ну если вы сейчас на циферке особенно смотреть не будете, почему такие циферки там появлялись, но это отдельный разговор, это надо посмотреть на то, как работало программное обеспечение, протокол IP, поэтому давайте сейчас о цифрах говорить не будем. Был выделен специальный диапазон адресов, диапазон адресов, использующихся для групповой рассылки. Для чего, собственно, используется групповой адрес? Для того, чтобы одним адресом можно было идентифицировать сразу несколько хостов, расположенных в совершенно разных локальных сетях. Ну давайте представим себе вот такой пример. Какая-то телеконференция. Хосты разбросаны по территории всей России, а может быть и большая территория. Один находится в Владивостоке, другой в Хабаровске и так далее, и так далее, и так далее. Идет телеконференция. Та информация, которую выдают хост в Владивостоке, должна быть принята всеми хостами, участвующими в этой конференции. А эти хосты расположены в разных локальных сетях. Давайте вспомним опять, что такое пакет. В пакете есть IP-адрес получателей, есть IP-адрес отправителей. Так вот, исходя из этого правила, что нужно было бы? Нужно было бы, чтобы хост во Владивостоке выдал в сеть ровно столько пакетов, сколько хостов участвует в этой конференции, и скольким хостам он адресует эту информацию. Так такие пакеты, они, в общем-то, могли бы, по сути, забить весь трафик сетевой, и какие-то другие пакеты, относящиеся к другим программам. Ну, в общем-то, сложно было бы передать по каналу связи. Так вот, для того, чтобы не перегружать каналы связи, был введен специальный диапазон адресов, который называется адреса групповой рассылки. Хост приписывается к группе, и когда в сеть приходит адрес получателя, то есть приходит пакет, где в адресе получателя указывается групповой адрес, хост, расположенный в этой сети, приписанный группе, считает, что эта информация для него тоже. То есть одним адресом адресуется сразу много хостов, расположенных в разных локальных сетях. Ну, был зарезервирован еще один диапазон. Диапазон адресов, которые относят к адресам класса Е. Зарезервировано. Посмотрите, классовая система, она появилась очень-очень давно. Ну, по сути, скажем, на заре развития IP-технологий. Разработчики классовой системы, в общем-то, не могли в тот момент времени предусмотреть, а как пойдет развитие IP, IP-технологий. Возникла такая проблема. А вдруг когда-нибудь в дальнейшем, при дальнейшем развитии технологии IP появится еще какая-нибудь технология связи, которая потребует, ну, вот точно так же, как групповая рассылка, как групповые адреса использования каких-то специальных диапазонов. Пока еще таких технологий нет, а вдруг появится. Так вот, для того, чтобы при появлении таких технологий они могли какие-то тоже специальные адреса использовать, разработчики принципов IP-адресации зарезервировали диапазон адресов специальный, назвали его адресами класса Е. Но развитие технологии IP так пошло в итоге, что эти адреса как были зарезервированы, так и остались зарезервированными и нигде не используются. Несмотря на то, что, как я вам уже говорил, собственно, классовая система, как алгоритм работы протокола IP, уже перестала использоваться, умерла. Но, тем не менее, вот эти ограничения, которые классовая система накладывала на IP-адресацию, остаются до сих пор. Я что имею в виду? Отдельным хостам можно назначать адреса только первых трех классов. Только классов А, Б и С. Других адресов хостам назначать нельзя. Вот мы с вами теперь это знаем, мы с вами об этом вспомнили. А как вы думаете, программное обеспечение протокола IP, которое работает в современных операционных системах, знает об этом или нет? Знает, причем знает не хуже, чем мы с вами это знаем. Вот смотрите, такой пример. Я сейчас на некоторое время завершу пока слайдов. Запущу центр управления сетями общим доступом. Я работаю сейчас в операционной системе Windows 7. и попробую, попробую, только попробую назначить своему хосту какой-то IP-адрес, причем какой-то IP-адрес, который будет выходить за диапазоны классов А, Б и С. Ну, естественно, окей, я нажимать ни в коем случае не буду, иначе наша с вами связь по вебинару тут же будет прервана. Просто хочу продемонстрировать вам. Вот давайте я попробую сюда в первый актет IP-адреса написать какое-то десятичное число, явно не попадающее в диапазон А, Б и С. Ну, давайте вспомним, там у нас зарезервированные адреса начинались с десятичного числа 224. Давайте я попробую вот сюда написать 224, например. Ай, какой умница протокол, что он мне скажет? Он мне скажет, что такие адреса назначать хостам нельзя. То есть то, что хостам назначаются адреса, я нажму отмену, чтобы вебинар у нас не прерывался, адреса только первых трех классов, это правило существует и до сих пор. Его никто, естественно, не отменял. Классовая система умерла. Что же пришло на замену классовой системы? Бесклассовая адресация хостов сети. Ну, на чем, собственно, основана бесклассовая адресация? Бесклассовая адресация основана на том, что граница между идентификатором хоста и идентификатором сети в IP-адресе, то есть вот эта вот граничка, не привязана к границе целого октета. То есть эта граница может не соответствовать ни восьми разрядам, ни шестнадцати разрядам, ни двадцати четырем разрядам. Эта граница может быть плавающая в зависимости от количества хостов, которые входят в какую-то сеть. Так как граница плавающая, значит, опять возникает вопрос, а как же протокол IP, работающий на каком-то хосте, сможет определить, к какому или сколько разрядов адреса относятся к идентификатору сети и сколько разрядов адреса относятся к идентификатору хоста. Значит, для решения этого вопроса, для решения этой задачи, при переходе на бесклассовую систему адресации вместе с тридцати двухразрядным IP-адресом, давайте я так вот условно нарисую, тридцати двухразрядный IP-адрес, необходимо обязательно задавать еще один параметр. Еще один параметр, который называется маска в сети или же маска под сети. Граница, отделяющая идентификатор сети в IP-адресе от идентификатора хоста в IP-адресе. Что такое маска? Маска сети или маска под сети? Ну, вообще говоря, это казуистика, это в чистом виде терминология. Сеть под сеть – это одно и то же. С точки зрения провайдера, который обслуживает какую-то большую корпоративную сеть, корпоративная сеть большая с точки зрения провайдера, чем будет? Его под сетью, да? С точки зрения администратора этой большой корпоративной сети у него будет сеть. То есть сеть под сеть как бы роли не играет. Маска. Что такое маска? Маска – это тоже 32-разрядное двоичное число, которое формируется или конструируется по следующему правилу. В маске разряды, которые соответствуют идентификатору сети в адресе, устанавливаются в единичке, а разряды, которые соответствуют идентификатору хоста в адресе, устанавливаются равными нулю. Вот что такое маска. Коллеги, это всем понятно? Понятно. Ну, соответственно, существует несколько форматов записи маски. Точно так же, как адрес, который представляется в виде 32-двоичных разрядов, неудобен для человека для использования. Точно так же и 32-разрядное число маска тоже для использования человека не очень удобно. Поэтому существуют два способа записи маски. Во-первых, тот же самый известный нам формат десятичной с точкой. Маска представляется в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками. В маске, еще раз повторюсь, разряды, которые соответствуют идентификатору сети в адресе, устанавливаются равными в единичку. Разряды, которые соответствуют идентификатору хоста в адресе, устанавливаются равными вновь. Привычный формат десятичной с точкой. Еще один способ записи маски. Маска в виде префикса. Что такое префикс? Ну, префикс – это десятичное число, равное количеству единиц в маске. Для того, чтобы маску в виде префикса указать, используется следующий формат. Слэш и дальше десятичное число, равное количеству единиц в маске. Вот в этом примере маска слэш семнадцать. Что значит? Маска слэш семнадцать означает, что вот в этом адресе семнадцать разрядов соответствует идентификатору хоста. Оставшиеся сколько? Если всего тридцать два минус семнадцать. Пятнадцать разрядов соответствуют идентификатору хоста. Вспомните, я вам сказал, что классовая система как алгоритм работы протокола IP, в общем-то, не используется у Мерла, но классовая система осталась в терминологии. Классовую систему можно рассматривать как некоторое подмножество бесклассовой системы адресации. Классовая система подмножества. Что означает? Ну, давайте вспомним, мы говорили. Адрес класса А. Это адрес, в котором один старший октет восемь разрядов определяет идентификатор сети. Так мы говорили. Так вот, смотрите. Давайте для адреса класса напишем маску. Восемь разрядов старших единички, а это двести пятьдесят пять. И оставшиеся разряды, двадцать четыре разряда, это нолики. Это, соответственно, в десятичном виде три нолика. Вот так маска будет выглядеть для адресов класса А. В формате десятичная с точкой. Вот так она будет выглядеть. В виде префикса. Ну, и, соответственно, маску мы с вами можем точно так же написать для адресов класса В. Маску можем отписать для адресов класса С. То есть, что я имел в виду, когда говорил, что осталась в терминологии классовая система. Ведь с момента перехода на бесклассовую систему адресации указать IP-адрес просто, это значит не указать ничего. IP-адрес нужно обязательно сопроводить маской. Когда я получаю параметры IP-адресации от своего хоста, для своего хоста я прихожу к какому-то вышестоящему админу, да, и говорю, какой IP-адрес я должен своему хосту назначить. Ну, в качестве примера я рассуждаю сейчас. Он мне называет какой-то IP-адрес и говорит класс А. Это значит, что он мне указал маску. Какую он мне указал маску, назвав класс А? Слэш 8 или же 255.0.0.0. То есть, назвав класс, тем самым называется и маска. Сказать адрес класса А или назвать адрес и сказать маска 255.0.0 или сказать маска слэш 8, это три раза сказать одно и то же. Масло масляное, масляное, еще раз масляное. Вот в этом смысле классовая система до сих пор живет. Коллеги вебинаровцы, нет у вас вопросов ко мне. Понятно, как строится IP-адрес и что такое маска. Вот на этом слайде я просто отобразил для вас, как работает программное обеспечение протокола IP с момента перехода на бесклассовую систему адресации. На примере IP-адрес какого-то хоста, маска для этого адреса. Вот здесь я расписал в двоичном виде IP-адрес. Вот в этой строчечке я расписал в двоичном виде маску. И вспоминаем, что такое маска, как она конструируется. В маске разряды, которые соответствуют идентификатору сети в адресе, устанавливаются в единички. Ну а разряды, соответствующие идентификатору хоста в адресе, устанавливаются в ноль. Как работает программное обеспечение протокола IP? Между этими двумя разрядными двоичными числами производится операция логического И. Или же можно сказать логическое умножение. Логическое умножение это очень просто. 0 умножить на 0 это 0. 0 умножить на 1 это 0. 1 умножить на 0 это 0. 1 умножить на 1 это 1. То есть, если операцию логического и между этими двумя 32-разрядными числами произвести, нам становится понятно, что та часть IP-адреса, для которой в маске установлены единички при умножении, будут просто повторяться, а та часть адреса, где в маске нолики, при умножении, естественно, превратятся в нолики. Таким образом, мы понимаем, вот эти 17 разрядов – это идентификатор сети, оставшиеся 15 разрядов – это идентификатор хоста в сети. Вот так работает алгоритм протокола IP. Существует в IP-адресации понятие «зарезервированные адреса». Это адреса, которые используются в специальных целях, которые нельзя просто так использовать их, но в первую очередь их нельзя назначать хостам. Один вот из важнейших зарезервированных IP-адресов называется «адрес сети». Вы смотрите, администратор, он не работает с конкретными хостами. Он с чем работает? Он работает с сетями. И когда какой-то администратор какой-то сети обращается к вышестоящему администратору и просит у него выделить ему диапазон IP-адресов для использования в своей сети, ведь вышестоящий администратор не будет ему перечислять каждый из этих хостов. Он ему выдаст адрес сети. Так что такое адрес сети? Зарезервированный, еще раз повторяюсь, адрес. Адрес сети – это адрес, в котором разряды, идентифицирующие хост, заменяются нулями. Разряды, идентифицирующие хост, заменяются нулями. Вот смотрите, при умножении адреса на маску мы, собственно, с вами видим адрес сети. Первые 17 разрядов, они просто повторились, а все, что умножилось на 0, превратилось в 0. Адрес сети, адрес, в котором разряды, в нашем случае 15 разрядов, идентифицирующих хост, чем заменяются нулями. И если вот это 32-разрядное число записать в формате десятичной с точкой, мы с вами видим адрес сети 129.64.128.0. Я сейчас вам напомню, почему здесь 128. Напомню, на всякий случай. Причем, обратите внимание, глядя на этот адрес и эту маску, то, что хост с этим адресом входит в состав сети с таким адресом, в общем-то, ну, честно говоря, сразу и не очевидно, да? Не очевидно. Есть еще один зарезервированный адрес. Адрес, еще раз повторюсь, который нельзя назначать вручную хостам. Называется адрес хоста в сети. Адрес хоста – это прямая противоположность адресу в сети по определению. Адрес хоста – это адрес, в котором разряды… Адрес хоста в сети – это адрес, в котором разряды, идентифицирующие сеть в адресе, заменяются нулями. Ну, а разряды, идентифицирующие хост, остаются такими, как они были указаны в IP-адресе, собственно. Ну, вот, посмотрите, да, этот адрес. 17 разрядов идентифицирующих сеть я пробиваю нулями, а оставшиеся 15 разрядов я здесь просто повторяю. И получаю адрес хоста – 0065. Адрес сети – 129-64-128-0. Адрес хоста в этой сети – 0065. Глядя вот сюда, ну, вот это, еще раз повторюсь, прямо так сразу и не очевидно. А если мы с вами поактетно вот эти вот числа десятичные сложим между собой, поактетно, то мы, собственно, вот этот адрес в итоге и получим. 129-64-134-5. Вот так работает программное обеспечение протокола IP. Мы с вами вручную, естественно, ничего этого не рассчитываем. Когда работаем в сети, мы это рассчитываем вручную, тогда, когда занимаемся вот тем, чем мы с вами сейчас и займемся очень скоро – алгоритмом разделения сетей на подсети. Для чего большую сеть, большую корпоративную сеть делить на подсети? Ну, вообще говоря, для удобства администрирования это в первую очередь. Ну, представьте себе, большая корпоративная сеть, какая-то организация в составе этой организации, есть там отдельные подразделения и так далее, и так далее. Естественно, администратору будет удобно администрировать эту большую корпоративную сеть, когда в каждом отдельном подразделении он выделит как бы отдельную локальную сеточку. Поверьте мне, это будет гораздо удобнее. Ну, кроме этого, разбиение сетей или разделение сетей на подсети, какие дает преимущество? В различных сетях, входящих в состав большой какой-то объединенной сети, можно использовать различные сетевые архитектуры, различные сетевые технологии. В одной из таких сетей будет использоваться Ethernet, в другой будет использоваться Token Ring, в третьей будет использоваться Wi-Fi и так далее. И все эти неоднородные сети смогут между собой установить взаимодействие и обмениваться информацией. Это раз. И второе, очень важно. В локальной сети постоянно присутствует так называемый широковещательный трафик. Широковещательный трафик – это информация отсылается от одного хоста всем хостам этой локальной сети. Широковещание широко используется, когда необходимо по известному IP-адресу установить MAC-адрес хоста и когда указанному нами пользователями сети имени компьютера. Ведь смотрите, мы с вами, когда работаем в сети, мы же не используем IP-адреса для того, чтобы обратиться к какому-то соседу по сети. Мы используем имена хосту в сети. Это могут быть либо NetBIOS-имена, либо имена компьютеров, которые они получили при помощи или же с использованием доменной системы имен. Но давайте вспомним, как мы с вами работаем в каком-то интернет-браузере. IP-адреса при обращении к удаленному хосту часто используем в строке адреса браузера. Но если используем, то используем крайне редко. Мы обращаемся к удаленному хосту, работая в интернете, при помощи специальной интуитивно понятной символьной системы имен. Так называемой доменной системы имен. Ну давайте такой пример. www.specialist.ru www.specialist.ru Что я назвал? Я назвал доменное имя. Символьное интуитивно понятное. Но ведь протокол IP должен будет осуществить взаимодействие между хостами, а протоколу IP нужен соответствующий IP-адрес. Должны быть механизмы, которые позволяют адреса использующиеся, имена использующиеся на разных уровнях работы стека протокола IP, стека TCP-IP преобразовывать один в другой. То есть устанавливать однозначное соответствие. Я сейчас попробую пояснить вот на такой картиночке, что я имею в виду. Человек-пользователь, работая с каким-то сетевым приложением, обращаясь к соседнему хосту, указывает либо DNS имя соседа, либо NetBIOS имя соседа. А дальше это взаимодействие должно обслуживаться протоколом IP. А протоколу IP нужен IP-адрес. Соответственно, должен быть механизм, позволяющий по известному DNS имени определить IP-адрес хоста, по известному NetBIOS имени определить IP-адрес хоста. Дальше на канальном уровне для обеспечения связи уже используется не IP-адрес, а так называемый MAC-адрес. Значит, должен быть соответствующий механизм, который позволит по известному IP-адресу определить MAC-адрес хоста. Вот это вот определение, установление однозначного соответствия между IP-адресом и MAC-адресом, называется разрешение IP-адреса. Для этого используется в сети специальный протокол ARP, а протокол ARP и его работа основаны на широковещании, широковещательные запросы в сеть. То есть IP-адрес известен, да? Протокол IP формирует широковещательный запрос от одного ко всем. Давайте я сейчас попробую такой широковещательный запрос имитировать. Я обращаюсь к вам ко всем. Эй, хосты, у кого из вас вот такой-то IP-адрес, ответьте мне, пожалуйста, какой у вас MAC-адрес? Вы все должны будете принять этот запрос, вы его проанализируете, вы увидите в запросе свой IP-адрес, и в ответ мне пришлете свой MAC. Вот широковещание. Установление однозначного соответствия между NetBIUS именем и IP-адресом. Для этого используется специальный протокол, который называется NetBT протокол. NetBIUS поверх TCPIP. Тот же самый принцип, то же самое широковещание. NetBIUS имя известно, широковещательный запрос, эй, хосты, у кого из вас вот такое-то имя, пришлите в ответ IP-адрес. То есть при работе в сетях вот этот широковещательный трафик постоянно-постоянно присутствует. Соответственно, разделение сетей на подсети, широковещательную загрузку на сеть уменьшает. Почему? Да потому что маршрутизаторы, обслуживающие сеть, широковещательные сообщения в соседние сети просто не передают. Локализуя это широковещание одной конкретной сетью. То есть широковещание будет работать только в пределах вот этой сети и не создавать дополнительную нагрузку на каналы передачи данных. Вот, собственно, для чего используется деление сетей на подсети. Коллеги, это понятно всем? Значит, алгоритмов деления сетей на подсети существует великое множество. В чем, собственно, основа любого из этих алгоритмов? Вот давайте посмотрим на этот слайдик внимательно. У нас с вами есть 32-разрядный IP-адрес общей сети. Той самой сети, которую необходимо разбивать на несколько подсетей, разделять на несколько подсетей. При таком разбиении IP-адрес общей сети несколько трансформируется. Так как сетей становится больше, была одна большая сеть, вместо нее появляется несколько более мелких подсетей. Так как количество сетей становится больше, значит, разрядность идентификатора сети, общей сети, для этих подсетей должна увеличиваться на какое-то определенное количество разрядов. Вот то количество разрядов, на которые увеличивается идентификатор сети, общей подсети, давайте назовем буквочкой S. Соответственно, идентификатор подсети, он что из себя представляет? Он из себя представляет сумму разрядность идентификатора сети, общей сети, плюс вот это самое S. Насколько разрядов увеличивается идентификатор общей сети при разбиении? При разбиении большой корпоративной сети количество сетей увеличивается, но количество хостов в каждой из этих сетей уменьшается. Назовем вот так вот буквочкой H, то количество разрядов, которые будет идентифицировать хост внутри этой подсети. Вот, собственно, что происходит. Смотрите. С адресом большой разбиваемой нами сети. Разрядность идентификатора сети увеличивается, разрядность идентификатора хоста уменьшается. При разделении сетей на подсети для каждой получающейся в результате такого деления подсети, что, собственно, нужно определить? Ну, для каждой из таких подсетей надо определить адрес сети, маску для этого адреса, широковещательный адрес. Что такое широковещательный адрес? Широковещательный адрес – это специальный, вот опять смотрите, зарезервированный адрес. Адрес, который нельзя назначать хостам. Широковещательный адрес – это адрес, который используется для адресации всех хостов в локальной какой-то сети. Широковещательный адрес – это специальный зарезервированный адрес, в котором разряды, идентифицирующие хост, заменяются единицами. Значит, широковещательный адрес. Ну, в общем-то, имея маску и адрес сети, диапазон адресов хостов, он как бы становится ясен и понятен, но тем не менее. Хорошо бы еще и рассчитать диапазон адресов для хостов в этой подсети, ну и количество хостов подсети. Вот такие параметры надо уметь определять при разделении сетей на подсети. Нам с вами сейчас, знакомясь с этим алгоритмом, ну, придется немножечко с двоичной системой поработать, придется немножечко двоичные числа попреобразовывать в десятичные, ну и может быть наоборот. Поэтому я хочу напомнить вот простейший алгоритм, как это можно делать, причем так как мы имеем дело с IP-адресацией в четвертой версии протокола, нас в первую очередь интересует восьмиразрядный актет. Так вот, вот такая табличка, которая очень легко запоминается для того, чтобы двоичный восьмиразрядный актет перевести в десятичные значения. Ну, собственно, эта же табличка может использоваться и для обратного периода. Ну, чтобы, может быть, было немножечко попонятнее. Давайте вот такой пример. То, что я вам сейчас расскажу, это вот поначалу никакого, собственно, отношения к переводу двоичных в десятичные и наоборот иметь не будет. Я просто хочу вам напомнить, что такое десятичная система счисления, чтобы та табличка была более понятна. Напоминаю, что такое десятичная система счисления. Записываю число. Пять тысяч четыреста тридцать два. Вот что я записал? Я записал, что в это число пять раз входит значение тысячи. Плюс сюда четыре раза входит значение сто. Соответственно, три раза значение десять. И два раза единичка вошла. Помним все это. Сейчас я это перепишу немножечко в другом виде. Пять раз. А вместо тысячи я пишу степень основания этой системы счисления. Степень десяточки. Десять в третьей степени плюс четыре раза десять в квадрате плюс три раза десять в первой степени и плюс два раза. А единичку я могу написать как десять в нулевой. Так ведь? Так. Я вот просто что хотел вам напомнить. Когда мы записываем какие-то десятичные числа, мы с вами просто выписываем весовые коэффициенты или множители, если хотите, перед соответствующими степенями десяточки. Множитель перед десять в нулевой. Множитель перед десять в первой. Множитель перед десять в квадрате. Ну и, соответственно, множитель перед десяткой в кубе. Ну и так далее, и так далее. Я просто ограничился сейчас четырехразрядным десятичным числом. Вот это вспомнили все? В двоичной системе счислений никто ничего нового-то и не придумал. Вот давайте я сейчас здесь просто для примера нарисовал, записал максимальное четырехразрядное двоичное число, состоящее из четырех единичек. Что я, по сути, написал? Что вот эта единичка означает? А это множитель перед нулевой степенью основания этой системы счисления. Перед два в нулевой степени. Два в нулевой степени один раз в это значение в это число вошло. Плюс. А вот эта единичка что означает? А это множитель перед два в первой. Сразу продолжу. Это множитель перед два в квадрате. А вот это множитель перед два в кубе. То есть в это число один раз вошла двоечка в первой степени плюс один раз вошла двоечка в квадрате и плюс один раз вошла двоечка в кубе. Ну, а теперь давайте в степени двоечки эти посчитаем. 8 плюс 4 плюс 2 плюс 1 и получаем десятичное число 15. То есть мы с вами, собственно, что сделали? Двоеечное число преобразовали, перевели в десятичное. Это чтобы было попроще, понятнее, что здесь вот в этой табличке. Мы с вами договорились, что занимаемся двоичными числами длиной не больше, чем восьмиразрядный аптет. Соответственно, вот здесь я расписал 8 степеней двоечки, начиная от 2 в нулевой и кончая 2 в седьмой. Здесь я эти степени посчитал. И вот смотрите принцип перевода. Вот такое вот двоичное число. Что это означает? А это означает, что множитель перед двоечкой в седьмой степени – единичка. 128 в это число вошло. А множитель перед шестой степенью – нолик. 64 в это значение не попало. 32 тоже не попало. Множитель перед 16 – единичка. Это весовой коэффициент. Множитель перед 8 – тоже единица. 4 и 2 не попало, единичка попала. Ну, а теперь все это мы просуммировали и получили 153. Вот, собственно, смысл этой таблички. С ее помощью очень удобно. Двоичные переводить в десятичные. Ну, в общем-то, при помощи этой таблички и десятичные можно в двоичные переводить. Но это пока нас меньше интересует. Так вот, алгоритм разделения сетей на подсеки. Ну, давайте мы, наверное, так с вами сейчас поступим. Вот здесь у меня расписан этот алгоритм. Какой-то конкретный пример расписан. А я предлагаю вам читать этот алгоритм, читать этот пример и одновременно какую-то сеть. Ну, вместе с вами давайте тоже поделим на подсеки. Ну, что-то отличающееся от этого примера. Ну, давайте придумаем для себя какую-нибудь сеть. Пусть будет 10, 10, 5, 128, слэш, 25. Это адрес сети. Здесь я нарисовал маску в виде префикса. А маска в формате десятичной с точкой, соответствующей этому префиксу, как будет выглядеть? В маске 25 единиц старших. И, соответственно, 7 ноликов это младшие разряды. Понятно, коллеги? Ну, давайте сразу буду записывать эту маску в формате десятичной с точкой. 25 единиц. Старший актет это одни единички. 8 единичек соответствует десятичному числу 255. Следующий актет. Еще 8 единичек это 255. Следующий актет. Еще 8 единичек это 255. Таким образом, мы с вами учли 24 единички. Но в маске не 24 единички, а сколько? 25. Соответственно, в следующем актете старший разряд это тоже единичка. Давайте я вот этот актет разрисую в таком, знаете, у меня такой смешанный формат будет. Вот это десятичные числа. А вот этот актет я разрисовываю в виде двоичного числа. Единичка и 7 ноликов. А вот это двоичное число. Ну, обычно на практике такие записи не используют. Только вот чтобы сейчас для наглядности и показать, как, собственно, маска-то получается. А вот это двоичное число теперь давайте переведем в десятичное. Помним вот эту табличку. Вот здесь у нас единичка, а все остальное нули. Значит, это будет соответствовать десятичному числу какому? 128. Значит, маска в формате десятичная с точкой. 128. Давайте я сразу вот это сейчас уберу отсюда. 128. Вот она, маска в формате десятичной с точки. Причем, обратите внимание, вот эта сеть никаким классом сети не описывается. Почему классовая система умерла? Потому что она очень негибкая. Потому что если использовать классовую систему сетей меньше, чем сеть класса С, А класс С, посмотрите, идентификатор сети, это же 8, 24 разряда, идентификатор хоста 8 разряда. Сетей меньше, чем сеть, состоящая из 254 хостов, на практике вообще не было. Очень негибкая система. В первую очередь, именно из-за негибкости от нее отказались. Так вот, смотрите, здесь у нас с вами какая-то сеть меньше, чем сеть класса С, да? Понятно? Меньше. Ну, давайте для примера ее и будем, собственно, делить вручную. Вернемся вот к этому алгоритму. В основе алгоритма что лежит? Количество сетей или подсетей, которые получаются в результате такого деления, n, оказывается, рассчитывается вот по такой формуле простой. n равняется 2 в степени s. А помните, что такое s? А s – это вот это количество разрядов, на которые будет увеличиваться идентификатор сети в общей разделяемой сети, чтобы в итоге получить разрядность идентификатора подсети. вот это s. n равно 2 в степени s. Ну, давайте представим себе такую ситуацию. Мы какую-то там сеть делим на 4 подсети. 4 равно 2 в степени s. 2. 2. В какую надо возвести степень, чтобы получить 4? Во вторую степень. То есть s равняется 2, да? Вот так определяется число s. Ну, давайте нашу с вами сеть. Давайте тоже, ну, чтобы там особенно не мельчить, давайте тоже там на 4 подсети поделим, да? Вот так. s равно 2. Делим на 4 подсети. Соответственно, s равно 2. первое, что нам с вами надо рассчитать, при делении сетей на подсети, маску определяться. маска будет определяться очень просто. Надо к маске, заданной в виде префикса, общей подсети, я вас опять вот к этой табличке сейчас отправляю. к маске, заданной в виде префикса, общей подсети, просто добавить вот то количество разрядов, которые мы только что с вами рассчитали. Что получается, если в нашем примере маска в виде префикса, вот эту сеть делим, в этом примере, была записана как слэш 24, 24 разрядом надо прибавить еще 2, и мы с вами получим маску для подсетей, слэш 26. Коллеги, понятно? Если нужна маска в формате десятичная с точкой, вспоминаю, в этой маске 26 разрядов, слэш 26, необходимо записать в виде единичек, и, соответственно, оставшиеся 6 разрядов надо записать в виде ноликов. Расписал 26 единичек, 6 ноликов, разделил это на 4 актета, и, соответственно, вместо двоичных чисел записал в десятичные эквиваленты. Все единички – это 255, а вот это двоичное число, вот эта единичка говорит о том, что в это число вошло 128, а эта единичка говорит о том, что сюда же вошло и 64, соответственно, 128 плюс 64 – маска 192. Ну, давайте для нашего примера, который мы в параллели решили с вами выполнить. Маска для подсетей в виде префикса в общей разделяемой сети маска была 25 единичек, плюс вот эти две еще единички, два разряда, которые мы с вами только что расписали, для подсетей, соответственно, маска будет выглядеть как слэш 27. А в формате десятичная с точкой, если 27 единичек… Не, калькулятором не надо пользоваться. Калькулятор – это… Давайте сейчас еще из двоичной системы исчисления немножечко поиграемся. 27 единичек. Я сейчас буду использовать вот этот смешанный формат. Кое-что напишу в двоичном виде, а кое-что сразу понятно и в тестичном. Самый левый старший октябрь – 8 единиц, 255. Следующий – 8 единиц, 255. Следующий – 8 единиц, 255. Это сколько единиц мы с вами учили? 24. А должно быть их 27. Соответственно, 3 единички. Вот это я пишу в двоичном виде. 3 единички перешли в последний октябрь. 3 единички и, соответственно, 5 ноликов. Так, да? А теперь вот это надо записать в десятичном формате. Эта единичка – 128 плюс 64 – 192. И плюс 32. Сначала 128 плюс 64 – 192. Плюс треть эта единичка – 32. 224. Ну, еще раз я вас вот к этой табличке. 128 плюс 64 плюс 32. Вот здесь единички, а здесь нолики. 224. Так будет выглядеть маска в виде префикса. Виктория, спасибо. Вижу ваш... Ну, не вопрос, а скорее комментарий, ответ. Спасибо, все здорово. 224. С маской мы с вами разобрались. То есть маску для подсетей мы знаем. Это слэш 27. Давайте сюда вернемся. Следующее, что надо определить при делении сетей на подсети – это адреса подсетей. Ну, здесь на выбор, какой вам алгоритм больше понравится. Ну, давайте продолжаем делить вот эту сеть с такими параметры IP-адресации на 4 подсетей. Два способа. Способ первый. Необходимо написать, записать все S-разрядные двоичные числа. S мы с вами определили, это 2. Поэтому расписываем все двухразрядные двоичные числа. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Расписали все S-разрядные двоичные числа. Далее. Добавляем справа столько нулей, чтобы в итоге получить двоичное число, разрядность которого соответствует разрядности идентификатора хоста в маске общей сети. Разрядность идентификатора хоста в маске общей сети при маске слэш 24 чему была равна? 32 минус 24 – 8, так? Поэтому к каждому из этих вот двоичных чисел дописываем 6 ноликов. Теперь, так как это целый 8-разрядный октет, я здесь для простоты сразу расписал, чему эти двоичные числа соответствуют. Ну и второе. Полученные значения необходимо записать на месте идентификатора хоста в адресе общей сети. Вот у нас адрес общей сети. 10.10.140.0.24. И вот эти вот рассчитанные двоичные значения я прописываю сюда. Но так как мы имеем дело с полным 8-разрядным двоичным октетом, это значит, вот сюда я просто сразу расписываю эти десятичные числа. Ну или вот двоичные написал, и точно так же, как здесь, перевел их в десятичные. Вот адреса, полученных нами в результате деления подсетей. 10.10.140.0. 10.10.140.64. Ну, соответственно, 128.192. Адрес без маски ничего не определяет, поэтому адрес надо обязательно чем сопроводить? Маской. Маска слэш 26. Вот такой способ. Либо другой способ. Ну, иногда вот так несколько проще. Необходимо определить число разрядов в идентификаторе хоста для адресов подсетей. Мы с вами определили для подсетей маска слэш 26. То есть это 26 разрядов определяют идентификатор сети. А на идентификатор подсети сколько осталось? 32 минус 26. 6 разрядов. То есть в подсетях, ну, это, собственно, и отсюда видно, 6 разрядов идентифицируют хост. Дальше возводим двоечку в полученное на первом этапе количество разрядов, то есть 2 в шестой степени, это 64. Здесь просто мы фактически не работаем. Вот в этом способе мы фактически не работаем с двоечной системой исчислений. И третье, что делаем. Вот начиная с адреса сети, расписываем адреса, в которых, вот это считается превращением адреса предыдущей сети, в котором в последнем актете, просто используя эти превращения, получаем адреса сетей до тех пор, пока нужного количества подсетей не получаем. 0, плюс 64, 64, 64, плюс 64, 128, 128, плюс 64, 191. Ну, посмотрите, результат один и тот же. Понятно? Понятно. Ну, давайте сразу в нашем примере. Подсети. Что нам нужно сделать? Расписать. Вот сейчас оба эти алгоритма используем. Расписать все с-разрядные двоичные числа. Все двухразрядные двоичные числа. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Справа дописать столько разрядов, чтобы в сумме получилось число, равное разрядности идентификатора хоста в адресе или в маске общей сети. Разрядность идентификатора хоста в этом адресе какова? 25 разрядов идентифицирует сеть, 7 разрядов идентифицирует хост. Значит, надо дописать во всех случаях по 5 ноликов сюда. А дальше в алгоритме было сказано. И полученные двоичные значения написать на месте идентификатора хоста в адресе общей сети. Так ведь, да? Вот эти 128, это что такое? Это 1, это единичка к чему относится? К идентификатору сети, да? И вот здесь вот на месте оставшихся 7 разрядов надо записать вот эти числа. Или давайте я наоборот сделаю. Чтобы получить полностью 8 разрядный октет, вот эту единичку припишу вот здесь. 8 разрядный октет переводим в десятичные значения. Это 128, это 128 плюс 32. 160, это 192, а вот это 224. И вот эти значения надо записать куда? Надо записать на место идентификатора хоста в адрес разделяемой сети. На место последнего октета первая сеть. Обратите внимание, адрес первой сети всегда совпадает с адресом общей сети, той, которую делим. 10, 10, 5, 192, слэш, 27. Ну и последнее, 10, 10, 5, 224. Слэш, 27. Вот так. И второй способ. Маска для подсетей 27. Сколько разрядов остается для идентификации хоста? 32 минус 27. Что я так рисую? Равно 5. 2 в пятой. 32. И дальше, как там было сказано, начиная с адреса сети, используем вот это полученное значение как приращение для получения адресов подсетей. Я просто не хочу расписывать, то же самое все будет. 128 первая подсеть. Дальше 128 плюс 32, 160, 160 плюс 32, 192, 192 плюс 32. Все будет то же самое. По тому или по другому способу. Вот там было в примере адрес, IP адрес сети 101041. Вот на предыдущем задании. 141 там. Ну и хорошо. 1410 адрес сети. А почему у нас в подсети там получается 140? Ой, Виктория, огромнейшее вам спасибо. Это опечатка. То есть там тоже будет 141? Конечно, там будет 141. Или давайте вот так. Ведь вы же, наверное, получили от меня эту презентажку. Нет, у меня не было. Вот так надо. Виктория, огромное спасибо. Это опечатка в чистом виде. Понятно? Да, нет, понятно. Это я чего-то вот, когда делал слайдики, опечатался. Конечно же, вот здесь вот везде единичку надо было бы написать. Но я просто там адрес общей сети поменял на 140, чтобы поменьше исправлений вносить. Спасибо огромное. Так, ну вот адреса подсетей мы с вами рассчитали. Широковещательные адреса. Да, в нашем случае мы их тоже рассчитали в качестве примера, что используем, да, подсети рассчитали. Широковещательные адреса. Ну, напоминаю, широковещательный адрес это тот адрес, где идентификатор хоста заменяется единичками. Вот адреса полученных нами подсетей. При маске слэш 27 6 разрядов идентифицирует хост. Поэтому 6 последних разрядов чем пробиваем? Единичками. И таким образом получаем широковещательные адреса в этих сетях. Вот здесь вот опять примечание есть. 3 старших актета в десятичном виде. 27 это в нашем примере ручно, а в том примере, который в слайдах. Вот здесь вот, да, 5. Соответственно, для того, чтобы получить широковещательные адреса, давайте я вот это уберу, потому что итог-то тот же самый мы с вами видели, да? Чтобы получить широковещательные адреса, вот эти вот 5 младших разрядов в адресах сетей, чем надо пробивать? Единичками. Давайте сразу буду широковещательные адреса писать. Для первой сети 10, 10, 5, а вот здесь вот 5 единичек. Это чему будет равно? 127. 10, 10, 5, а вот здесь вот надо написать все единички. это будет не 255. Это будет 191. Если бы были все единички, это было бы 255. Вот здесь остается 0, это значит минус 64. 191. Кстати, обратите внимание, широковещательный адрес, он на единичку меньше, чем адрес следующей сети. для третьей подсети широковещательный адрес будет равен 223. То есть, если мы вот здесь вот все единички напишем, это что будет? 255 минус, вот здесь будет 0, не хватает. 32, 255 минус 32, это 223. Ну и последний широковещательный адрес. Вот здесь вот все единички. Чему будет равен? 255. Вот широковещательные адреса для этих подсетей. Последнее, что надо определить при разделении сетей на подсети. Ну, что требует каких-то там расчетов. диапазон адресов хостов в подсети. Начало диапазона адресов хостов на единичку больше, чем адрес сети. Конец диапазона здесь можно рассчитывать двумя способами. Либо уменьшать на два адрес следующей возможной сети, либо уменьшать на единичку широковещательный адрес. Либо так, либо это. Ну, соответственно, вот здесь вот для нашего примера. Это все расписано для примера, который на слайдах. А то, что мы с вами рассчитываем, ну, давайте, диапазон адресов хостов. 10, 10, 10, 5. Первый адрес на единичку больше, чем адрес самой сети, да? 129. Я здесь вам напишу сейчас для простоты только изменение последнего актета, потому что три первых актета, они будут одинаковыми, да? А последний адрес какой? Либо мы отнимаем двоечку от адреса следующей сети, либо единичку от широковещательного адреса. Только здесь-то у меня не 120. Извините, здесь же 159. Так ведь нет? Конечно же. Здесь я неправильно посчитал. Здесь я тот пример, который сюда перенес. Вот эти 6 ноликов, если мы пробьем здесь, извините, вот эти 5 ноликов, если мы пробьем вот этими единичками, мы что получим? Если бы были все единички, это было бы 255. Минус не хватает 64, это 191. минус не хватает 32, это 159. Это широковещательный адрес, соответственно, адрес хоста доступный 158. Единичку от широковещательного адреса, либо двоечку от адреса следующей сети. Следующий диапазон хостов на единичку больше первый адрес, чем адрес сети 161, на единичку меньше, чем широковещательный адрес 190. Следующий на единичку больше, чем адрес самой сети 193, на единичку меньше, чем широковещательный адрес 222. Ну и последний на единичку больше, чем адрес сети 225, на единичку меньше, чем широковещательный адрес 254. Вот диапазон адресов хостов в этих подсетях. Виктория, вы у меня самый внимательный слушатель, проверили, нигде я не ошибся. Ну и последнее, хотя, в общем-то, это очевидно, но тем не менее. Количество хостов в каждой из этих подсетей, количество хостов считается следующим образом. Определяется разрядность идентификатора хоста, двоечка возводится в степень и минус два, минус два зарезервированных адреса, те адреса, которые нельзя использовать. Мы с вами говорили, помните, адрес, в котором все нули в адресе хоста, это адрес сети, и адрес, где в идентификаторе хоста все единички, это широковещательный адрес. Вот эти два зарезервированных адреса надо отнять. Значит, в примере, который в слайдах указан, два в шестой, 64 минус два, 62 хоста в каждой вот из этих вот сетей. А в нашем с вами примере, который мы ручками рассчитывали, вот давайте я сейчас это все уберу. Сколько хостов в каждой из этих сетей? Сеть имеет маску 27, 32 минус 27, 5, 2 в пятой, минус 2. В каждой из этих сетей 30 хостов. От кого поступил вопрос? Виктория, от вас опять, да? Виктория, давайте голосом со мной пообщайтесь. А нет, у меня больше нет вопросов. Нет вопросов. Спасибо вам, Виктория, огромное. Вы у меня были самые-самые внимательные слушательницы сегодня. Значит, коллеги, ко всем вам вопрос. Есть ли у вас ко мне какие-то вопросы? Всем ли вам понятно, что мы с вами сделали и как и как это сделали? Если у вас вопросов нет, к сожалению, на этом наш вебинар, наша встреча, семинар заканчивается, я вас всех приглашаю к нам в центр на курс, одну из тем, которого мы с вами всего лишь сегодня рассматривали. IP-адресация разделения сетей на по сети у нас есть курс, который называется очень, в общем-то, с одной стороны простой, но очень важный для тех, кто в дальнейшем собирается заниматься сетевыми технологиями курс «Основы сети, сетевые операционные системы и практикум Wi-Fi». На этом курсе мы занимаемся, вот тот курс, о котором я вам сейчас говорю, мы занимаемся такими основополагающими сетевыми понятиями, которые позволяют в дальнейшем, когда вы будете учиться администрировать уже реальные сети, проще воспринимать материал. Так что всех вас с огромным удовольствием услышу, увижу у себя или услышу, потому что этот курс тоже целиком читается в режиме вебинара. Это всего лишь 16 академических часов. Приходите, пожалуйста. Виктория, у вас вопрос еще, пожалуйста. Я вас не отключаю. Нет, у меня нет больше вопросов. Нет больше вопросов. Тогда, коллеги вебинаровцы, всем вам огромное спасибо за внимание, спасибо, что вы нашли время подключиться и послушать меня. Я надеюсь, что запись этого вебинара, доступ к ней вы получите. Всего доброго, всем спасибо, и я с вашего позволения трансляцию вебинара заканчиваю. Продолжение следует...